Здравствуйте, с вами Блог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тут художник, который может видеть каждого. Ощущение такое, что у Зеленского и его команды есть задача ограбить каждого украинца. Персонально. Начиная от отбора его квартиры, и это не метафора. Сейчас у них программа по расселению в Хрущевых, я вам расскажу, вы офигеете. До посылок из-за рубежа. Ну, давайте начнем, наверное, с самого большого, с квартир. Алена Шуляк, ну, это глава профильного комитета Верховной Рады, объявила, что сейчас будет очередной раз там чтение. Там прекрасная такая у них программа. Людей будут расселять из Хрущевых, ну, ветхое жилье, понятно. Конечно же, я вам скажу, что начнется эта программа исключительно в центральных, самых дорогих районах больших городов. Ради этого эта программа пишется. Они хотят, это возмутительно, это невероятно, просто людям потом предоставлять аналогичную площадь. То есть, без всякого коэффициента. То есть, подождите, вы на этом месте будете строить новый дом. Большой, дорогой, как правило, качественный. И фактически у нас таким образом конституционное право человека на собственность, ну, просто будет уничтожено. Они там много всего интересного понаписывали, что, дескать, можно отселять в другой район, ну, и тогда будет какой-то там коэффициент чего-то там. Что если в квартире прописан там целый выводок детей, которые родились, живут, собственно, в этой квартире, то это никак не повлияет. Прекрасная государственная программа. Думайте, наша Верховная Рада на полном серьезе говорит, вот если в двухкомнатной квартире жила семья и у них пятеро детей, то им выдадут двухкомнатную квартиру аналогичной площади. Ну, им могут выдать, правда, если они захотят где-нибудь на выселках, там, трехкомнатную квартиру, может быть, даже две двухкомнатные, но, согласитесь, люди, которые живут на Печерске, они сами могут продать эту квартиру и себя расселить сейчас. Вообще, то, что у нас право на частную собственность не существует для «зеленой команды», уже заметили давно. То есть, у вас там чуть ли не ТЦК, могут зайти просто домой, сделать обыск, все это без санкции суда, теоретически они приняли закон, что у вас могут просто изъять машину по любому поводу. У них есть такой повод. Они прописали все таким образом, чтобы сделать людей бесправными тотально. Во-первых, если сказать честно, положа руку на сердце, проблема ветхого жилья, она действительно существует. Мало того, эту проблему решали. Ведь вот это странное, вот это вот страшное, уродливое ветхое жилье, построенное Совком, была проблема и в Болгарии, была проблема в Польше. В общем, в странах соцлагеря тоже понастроили коммунисты всякого дерьма. Но проблема расселения ветхого жилья решалась абсолютно иначе. То есть, людям предоставлялись достаточно выгодные для них условия. На сегодняшний момент предложение вот этой Олены Шуляк, что мы просто предоставим аналогичную площадь, на голову не наладят. Подождите, то есть, мы же понимаем, что массивы, и это выселки, или маленькие городки, вообще никому не будут интересны. То есть, никакой инвестор не будет заниматься сносом хрущевок на окраине какого-нибудь там шахтерского поселка. Это просто нерентабельно и глупо. Там все равно никто ничего не купит. Поэтому там эти ветхие хрущевки никто даже трогать не будет. А Печерский район Киева останется без хрущевок. Во-вторых, есть очень важный момент. Друзья мои, нельзя все хрущевки стричь под одну гребенку. Есть хрущевки, которые еще простоят кирпичные 300 лет. Там прекрасный фундамент, если он на хорошем грунту стоит. Ленточный фундамент на нормальных грунтах будет стоять 300 лет. Кирпичные дома, кладка в полтора кирпича и железобетонные перекрытия не представляют ровным счетом никакой опасности. Это называется хрущевка, но там аварийностью даже не пахнет. В 99% случаев, ну если не завтыкали проект, поставили там на плавунах, ну может быть редкая глупость, но в общем-то этот фонд аварийным признаваться не может априори. Вам скажет любой строитель, аварийными являются хрущевки панельной серии. Там, где как карточный домик из панелек складывается, вот есть такие, знаете, квадратные, особенно на один подъезд, хрущевки, где вот эти металлические закладные по углам, они за это время успели проржаветь. Эти хрущевки действительно можно и нужно признавать аварийными, потому что качество сварки в Советском Союзе, там же, знаете, план по валу, вал по плану, все это штурмовщина, там нужно выполнить и перевыполнить. То есть, вместо там сварочного шва, там, допустим, в 12 сантиметров, давали сварочный шву в 6, а то и в 4. А калину, как вы понимаете, ну если кто-то из вас умеет варить электросваркой, вы же понимаете, что а калину там никто не отбивал, вот просто вот мазали тяп-ляп, какой-никакой гидроизоляцией, причем ни в какие 2-3 слоя там, если в один помазали, то уже хорошо. Поэтому все вот эти закладные, на которых держится вот эта вот вся конструкция карточного домика, они уже просто сгнили за это время. Поэтому, конечно, нужно разделить аварийные панельки хрущевки и огромный массив, а их чуть ли не большинство, кирпичных хрущевок, которым ничего не горзит. Я не знаю, глава профильного комитета, так, понимает ли она настолько глубоко суть вопроса, как это делает простой киевский художник Паярков, вот ваш покорный слуга, ну у меня такое ощущение, что нет. Ну вот у меня ощущение, что нет. Ну и, конечно, вишенка на торте, ну вы тоже уже, наверное, об этом услышали. У нас, Минфин, это просто героические болваны. Они же хотят задушить всех, то есть залезть в суд, в вашу квартиру, в вашу личную жизнь. Они решили поменять, они решили внести изменения, конечно, по вашим просьбам, мы же всю жизнь их об этом просили, мы очень об этом мечтали. Так вот, посылки из-за рубежа раньше никак не облагались никакими там налогами, акцизами до 150 евро, можно было все высылать, пересылать, ну, чтобы было логично. Потому что, конечно, у нас цены в магазинах безумные из-за тотальных взяток, все же идет через контрабас, все же надо заплатить, надо заплатить всем разрешающим структурам. Поэтому, конечно, выгоднее купить в интернете. Ну, и народ в интернете покупал Алиэкспресс. У меня малая, то есть Алиэкспресс это все, это просто там постоянно что-то идет. Вот теперь со 150 до 40 евро. То ли 40, то ли 45. Не судите строго, я такой нюанс мог не запомнить. При том, что для обнищавшего населения посылка из-за рубежа, беспошлинная, это решение в жизни на важных вопросах. Вам скажу, в Америке, где я прожил очень много лет и очень много лет платил налоги даже, там эта цифра это свыше 800 долларов. То есть, смотрите, 90% посылок, даже 90% с чем-то, они стоят дешевле, чем 800 долларов. То есть, практически все посылки в США не облагаются никакими налогами. Из Китая, Тайваня, Гонконга, откуда хотите, шлите. Ну, я сам в Америке заказывал себе товары, там, начиная, там, автомобильные фары, зеркала, какие-то вещи, там меня просили. В Америке нет никакого налога. То есть, вообще. То есть, в Америке. Вы понимаете, у американцев нет такой необходимости экономить, как у украинских граждан. То есть, для них это не является краеугольным камнем. И знаете, почему американцы приняли вот такую высокую планку? Потому что они, в отличие от нашего Минфина, не идиоты. Они умные люди, они умеют собирать налоги. Они не собирают налоги там, где их нельзя собрать. Во-первых, вы себе представьте 50-60 миллионов посылок. Как их проконтролировать? Ну, причем это за каждый месяц. Американцы посчитали, что они сказали, что нет смысла контролировать посылки. То есть, мы выборочно что-то будем там выбирать. Если там поймали кого-то больше 800, бешеный штраф. Все. А фактически у них это беспошленное дело. Если нельзя проконтролировать, не надо принимать дурацких законов. Друзья мои, напишите, что вы думаете по этому поводу. Подпишитесь на мой канал. Лайки, комментарии, репосты. А победа будет с нами. Потому что за каждым из нас персонально не зажавеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова